ТОП-5 Если компьютер и искусственный интеллект уже обогнал человека, было бы очень, я думаю, логично предположить, что фактор, размах тех изменений, которые предвидят с приходом искусственного интеллекта, это что-то, что мы вообще еще не наблюдали как человечество вообще. То есть это что-то превосходящее интернет, превосходящее все, что мы видели доселе. Как к этому подготовиться, как человеку подтянуться до уровня искусственного интеллекта просто для того, чтобы искусственный интеллект понял человека, это челлендж. Челлендж великого масштаба, в том числе в бизнесе, поэтому следующие несколько лет, я думаю, что общество, включая профессиональное, очень сильно сегрегируется на тех, кто приобрели такие навыки, умеют общаться и нет. И разрыв между тем, кто умеет и нет, будет сильнее, нежели сейчас между нью-йоркцами и аборигеном в Африке. Поэтому, я думаю, просто игнорировать этого никак нельзя. Смотрите, фрактальная долевая экономика, я думаю, в целом, как концепция, она очень сильна, я думаю, что она будет развиваться, но конкретно, как ляжут фишки, очень сильно зависит от конкретной области. Например, в области типа автомобилей, верю, что исчезнет, по одной простой причине, человек исчезнет вообще из этого уравнения. Даже компании сегодня, лидеры в этой области, как Uber, просто не скрывают, что они просто подготавливаются к тому, чтобы заменить все машины на роботов, и люди, водящие машины, это промежуточное звено. Поэтому модель, в котором есть исключительно роботы и пользователи, она, естественно, никак не может быть определена, как долевая экономика, поэтому в этом исчезает. В секторе недвижимости, где работает, например, NBNB, наоборот, я верю, что это будет в краткосрочной перспективе очень сильно развиваться, просто потому, что использование многократного капитала, оно очень эффективно с точки зрения эффективности, логики отдачи. Например, я такое забавное наблюдение делал, что, исходя из того, что, например, в Литве люди сегодня в среднем эффективно пользуются своими же автомобилями 1-2% всего времени, остальное 98-99% автомобилей просто простаивают, да, из этой формулы следует, что если бы загруженность автомобилей в Литве была бы такая же, как загруженность самолетов, а для справки авиакомпании не могут себе позволить, чтобы самолет простаивал хотя бы час, иначе при высокой стоимости самолета он никогда не отобьет свои затраты. Так вот, если бы автомобили были также загружены, то литовцы могли бы каждый ездить на Rolls-Royce, да, потому что соотношение капитала к единице использования было бы гораздо эффективнее, да, поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе, опять же, исходя, что капитал на разных областях, будь это недвижимость, автомобили, самокатики, Xbox, лыжи, которыми ты пользуешься, когда едешь в Австрию две недели в год, остальное время пыляции простаивают, что если использовать этот резерв, то общее благосостояние можно вырастить в факторе 50-100 сегодня при том же количестве капитала, вещей, имущества и так далее, то есть ничего не наращивая, исключительно просто налаживая более правильные связки между капиталами и его пользованиями, что по определению есть шеринг-эконы, поэтому я думаю, что потенциал есть, он очень высок, в краткосрочной перспективе, то есть там 10 лет от сегодня, это гораздо выше, чем рост экономики, то есть 50 раз ты не вырастешь экономику за 10 лет, это невозможно, вот, поэтому думаю, есть, но, конечно, сильно заветать сегмента. Знаете, я даже позволю себе немножко ваш же вопрос поанализировать, в вашем же вопросе вопрос звучит, как стартапу получить деньги. Мне, как инвестору, неинтересно давать деньги, мне интересно, чтобы меня стартап убедил, как он сможет мне вернуть деньги, их приумножив, поэтому вся категория, класс вопросов, а как мне получить, а как мне сделать, чтобы мне дали, она изначально неправильна, потому что инвестор, профессиональный инвестор, он ожидает отдачи на капитал, поэтому стартап, который задается вопросом, а как я могу доказать инвестору, что эти деньги к нему вернутся, вот это настоящий вопрос. Ответив на это, действительно можно получить вероятность, что инвестор инвестирует, то есть я изначально хочу поставить вопрос по-другому. Второй момент, что можно выделить, наверное, несколько сотен разных параметров и аспектов, один, который я, может быть, подчеркну, это что вес идеи в нашем мире абсолютно нулевой, то есть когда стартапы пытаются подчеркнуть, что идея хороша, это вообще-то фон, шум, белый шум, он никак не интересен, вместо этого, что действительно резонирует с инвестором, идея миллион людей, желающих и способных принять риск с попыткой воплощения идей, единицы, потому что каждую идею, чтобы отработать, нужно вложить много денег, ресурсов. Инвестор никогда не будет исключительно тем, кто вкладывается, то есть чтобы я вложил свои деньги, мне обязательно, в обязательном порядке нужно видеть, что и фаундер, стартап что-то свое вкладывает. Чаще всего это не деньги, потому что их нет, чаще всего это как минимум свое время, свои трудочасы, свои навыки, свои бессонные ночи, поэтому формула звучит, я вкладываю деньги только при условии, если ты вкладываешь свое время. Опять же, минимальный точка отсчета, который, например, я использую, это год фуллтайма, без получения отдачи зарплаты, ни со стартапа, ни с дохода стартапа, ни с денег инвестора. Это сложный момент, потому что в тот момент, когда прозваниваешь на реальность мотивацию стартапа, ты готов год работать и, знаете, с наших инвестиций вам зарплаты идти не будут. После этого реалити-чека отпадает сразу 95%. Реально, я не шучу, просто потому что, как, а вот как, а на что мне жить? В этот момент я говорю, знаете, в принципе, это лакшери, не каждый может себе позволить быть стартапером, но ничего не вложив, в кашу из топора я не верю, ничего и не будет. Поэтому, на самом деле, вес невидей, их миллион, их гораздо больше, чем людей. Вес предложения в том, способен ли доказать стартапер, фаундер, бизнесмен, что он действительно настолько сильно сам верит, что готов сам вложиться, значительно. Тогда это сильный аргумент, тогда это убеждает меня тоже участвовать в этом мероприятии. Пока нет, я присматриваюсь. И причина очень простая, что с одним из двумя проектами входить нет смысла. То есть минимально жизнеспособный портфель – это 20-30 инвестиций. Я не рассматриваю вариант личного входа, я рассматриваю уже несколько вариантов входа с партнерами, потому что нельзя именно в Украине не учитывать национальный менталитет с очень разными значениями этого слова. Поэтому формула входа с партнерами для большого входа – это то, что интересно. И я сейчас находюсь в этапе присматривания. Опять же, отрасли, как правило, я выбираю 2-3 в год, потому что, опять же, не можешь инвестировать в то, что не знаешь, не можешь объять больше, чем несколько областей в год. Действительно, требует много времени. Именно в этом году меня интересует финтех. Один из факторов, который мне импонирует, это, что плохо или хорошо, скандально или не скандально, но криптоэкономика, крипто направление, блокчейн в Украине действительно развиваются быстрее, чем в других точках планеты. Мне это импонирует. Я считаю, что, несмотря на все плюсы и минусы, скандалы и плюсы, это очень-очень-очень интересная технология будущего, особенно, когда она применяется к финтеку, финансовым областям. Поэтому эта область в этом году меня действительно занимает очень сильно.